всем привет вот и наступил новый 2021 год с чем я вас и поздравляю желаю вам счастья здоровья и его побольше желаю вам хорошо оплачиваемых заказов и их тоже побольше в общем желаю вам всего самого наилучшего в этот раз я хочу с вами опять поговорить о камера gopro о чем именно о проблеме которая возникла в общем-то ну на просторах интернета и и обсуждали уже давно я с ней столкнулся тоже уже порядком времени назад но обратил на нее особое внимание только относительно недавно я говорю про проблемы с звуком те кто смотрел прошлый выпуск видеоблога посвящен олимпиаде я профессионал возможно заметили что на кадрах снятых на gopro были проблемы со звуками там были потрескивания в общем то сейчас я вам продемонстрирую исходники этих кадров за счет невысокой диафрагмы цена будет фон размываться немножко так что это своего рода даже в помощь под их рост ну и все остальное как обычно что мы используем у нас есть рисующий свет в виде софтбокса как я уже сказал это у нас годекс собственно говоря даже на тот момент я не придал им особого значения я решил что возможно это связано с тем что они совсем хорошо закрепил камеру на штативчике использовал я тогда вот собственно говорят такой штативчик крепил на него камеру и собственно как селфи палкой ходил с ним поснимал я подумал что возможно не очень хорошо закрепил камера там возможно слегка бат болталась плюс насколько вы сами знаете как и восьмерки в девятке в общем то вот такие встроенные ушки имеются так как нет чехла он не предусмотрен изначально бокс поэтому предполагал что возможно проблема заключается именно в том что были какие-то подрагивания этих ушек и они издавали вот эти щелчки предполагал что возможно где-то руками задевал микрофон потому что часть кадров там была снята в общем то просто так я камеру держал с рук и снимал себя поэтому думал мало ли может быть я где-то пальцами задевал микрофон и вот издавались такие звуки непонятные но хотя вот я вам продемонстрирую там были еще и статичные кадры которые снимались закреплены на стойке камерой тем не менее тогда я на это внимание все-таки не обратил а обратил я на этот случай внимание когда случайно на ю тубе в рекомендуемых мне видео роликах попались ролики связанные как раз таки с проблемой звука я начал с ними ознакомливаться посмотрел один посмотрел другой увидел что люди жалуются на похожие у меня проблему я начал искать решение этой проблемы в принципе в интернете ну на форумах я кстати наткнулся на форум техподдержки непосредственно сайта gopro и там эта проблема обсуждается ссылочку на этот форум я оставлю в описании под видео чтобы вы могли в общем-то ознакомиться с ней сами как вы сами видите там уже 50 с лишним страниц посвящено данной проблеме более того обратите внимание значится что эта проблема решена но если кликнуть по ссылке ведущей к решению данной проблемы вы столкнетесь сообщением в котором говорится что решение проблемы заключается в обращении в их сервисную службу обратитесь в их сервисную службу там свяжитесь нами расскажите о своей проблеме мы ее решим если судить по роликам и по дальнейшим описанием проблемы на форуме проблема так и не была решена естественно начитавшись форума насмотревшись видеоролика я полез тестировать свою камеру но как это ни парадоксально я так и не смог выявить чем связана причина проблема записи звука потому что есть не практически больше не сталкивался под практически подразумеваю что все-таки один случай при тестового запись у меня показал наверное из 10 20 что в общем то да вот появились опять эти щелчки она простите меня пропердела и все пошло как надо дальше я пробовал различные настройки я пробовал различные режимы я пробовал различные настройки ветрозащиты различные настройки записи звука формате roll я пробовал включать выключать вай-фай потому что на форумах многие писали что это может быть связано с вайфаем некоторые говорят что возможно это проблема вызванная программным внесением изменения с последней прошивкой под последняя сейчас подразумеваю прошивку 1.22 потому что 17 декабря вышла еще одна прошивка более новая об этом чуть попозже мы поговорим некоторые блогеры связывают как раз таки возникновение проблемы именно с той прошивки от себя могу заметить что в общем то это возможно так и есть потому что до того как вышла эта прошивка 1.22 я с проблемами звука не сталкивался вообще возможно одна из следующих прошивок эту проблему исправит именно поэтому я для себя решил что я пока не хочу сдавать эту камеру к слову о последующих прошивках вот вышедшая 17 декабря как я уже сказал прошивка 1.5 если судить по форуму эту проблему не исправила тесты я производил все еще на старой прошивке я поставил новую прошивку но я еще не тестировал что же касается непосредственно самой новой прошивки давайте пробежимся еще и по ней ссылку на прошивку я тоже оставлю в описании под видео тут есть улучшение функциональности это обеспечение поддержки пульта ремоут gopro выпустила новый ремоут пульт кто не знает новые камеры девятки они не поддерживают тот пульт который был ранее прошивка обеспечивает поддержку профессионального адаптера микрофона три с половиной прошивка повышает эффективность гипер смут при низких температурах ну то есть эффективность стабилизации гипер смут при низких температурах обеспечивает более быструю беспроводную выгрузку в приложении gopro улучшает фиксацию сигнала gps и его точность обеспечивает поддержку прямой трансляции с модулем объектива max есть еще повышение удобства использования куда запихнули такие пункты как улучшение функции отложенной съемки плюс стандартный такой пункт который практически в любую прошивку добавляют это общее исправление ошибок и улучшение пользовательского интерфейса что я могу сказать если судить по форуму то то чего я ждал от этой прошивки чтобы они точно подправили проблему со звуком в этой прошивке нет ну опять-таки говорю если судить по форму сам я не тестировал прошивку установил но еще не пробовал в общем то это все что касается прошивки и напоследок хотел бы я еще поделиться такой обновочкой в общем то это уже даже не то чтобы обновочка потому что вот это вот посылочка лежит у меня уже ну наверное месяца полтора а не вскрывал я ее и берег потому что по идее должно было быть несколько но к сожалению вот так вот работает почта россии что пришла только одна вторая посылка затерялась и там уже около 60 дней с последнего изменения статуса поэтому я даже уже не надеюсь на нее что в этой посылке в этой посылке чехол для gopro силиконовый чехол давайте я вскрою эту посылку и мы сами посмотрим что это за чехол этот чехол от компании телесин я все терпел и ждал хотел сделать общий ролик о нескольких посылках потому что ну как бы одну посылку отдельно делать мне не хотелось кстати вот такой вопрос у меня к вам как вы поступаете в ситуациях когда вот посылка где-то застряла причем явно не по вине продавца потому что продавец ты и отправила и посылка отслеживать более того если судить по статусу посылки то застряла она где-то у нас на таможне потому что последний статус был что она прибыл в страну назначения и в общем то даже на алиэкспрессе если включить раздел отслеживания значится что она прибыла в россию с тех пор прошло уже около 60 дней то есть два месяца а посылки больше ни слуха ни духа она не приходила вот что делать если я не ошибаюсь там буквально несколько дней осталось до того как откроется спор если что я заказывал там таки клеящийся на скотч крепление для gopro но только если вот это это оригинальное крепление gopro шное которое поступало там то ли с камерами наверное с камера она как раз и пришло gopro 9 у меня просто такие вот только вот изогнутые остались прямых нет я заказывал прямые потому что вот могу продемонстрировать были съемки даже под водой она очень классно себя зарекомендовала когда ты просто ее клеишь к аппарату подводному и запускаешь ее под воду в бассейн я хотел купить таких побольше но вот не получилось вернемся к этой посылки давайте посмотрим на этот чехол силиконовый что он у себя представляет вот он такой собственно говоря телесин здесь есть и крышка под объектив на самом деле когда я заказывал к чехол для меня приоритетным было как раз таки крышка потому что от предыдущей gopro она вот здесь вот так должно закрываться у меня предыдущая gopro это было gopro 3 плюс black крышка не подходила но вот как-то так туда вставляется камера вот так и у нас есть и доступ сюда кстати надо проверить нормально ли входит крепление ну да нормально силикон ничего не мешает и есть крышка крышка вроде вас садится да довольно плотно плюс да здесь есть кнопки вот как видите есть кнопка мод сейчас попробуем включить камеру работает да работает не заметили она видимо и так включилась она она закрыта поэтому вот собственно говоря все видно видно и этот экран и тут если что индикатор сверху тоже виден видно и задний экран тут если что индикатор тоже виден не перекрывается плюс есть вот такой еще ремешок с ним надо но он тут регулируем здесь есть вот такие вот ограничители поэтому ремешок не вылезет можно закрепить ремешок только там очень маленькое отверстие в него надо постараться еще запихнуть скорее всего иголочкой какой-нибудь вот да мы это сделали ой чуть было не потеряли вновь ну собственно говоря вот и все вот такой чехол как я и сказал ссылку на него я оставлю в описании под видео если вам он понравился можете заказать еще под конец я бы хотел сделать анонс нового стримингового оборудования это даже я бы сказал не то чтобы новое но просто для меня но новая с ним дело не имел и вот я хочу сделать обзор скором ко мне должен прийти буквально вот на днях в ближайшее время дальше я естественно с ним немножечко положусь попробую с ним слегка поработать потестировать и сниму обзор на него о том что это за техника узнаете если будете следить за соц сетями собственно говоря вот они внизу экрана появились если что есть ссылки прямые в описании под видео я надеюсь что она покажется для вас интересным потому что в нем есть интересные моменты на которые хотелось бы обратить внимание которых нету конкурентов поэтому ждите обзора на этом все спасибо всем за внимание еще раз поздравляю всех с наступившим 2021 годом еще раз желаю вам здоровья счастья подписывайтесь на канал подписывайтесь на соц сети ставьте лайки пишите комментарии под видео всего хорошего пока